Добрый день, дорогие друзья. Только что губернатор Свердловской области заявил, что власть отказывается от строительства храма на месте сквера в Екатеринбурге. Это отличная новость. Не потому, что не будет храма. Нет. Это просто явная и ощутимая победа гражданского общества. Победа, каких давно у нас уже не было. Именно поэтому сейчас имеет смысл не просто радоваться, а попытаться вынести уроки из этого события. Итак, чему нас научил Екатеринбург? Первое. За любым притеснением, за любым нарушением прав стоят чьи-то конкретные интересы. Нет никакого государства, абстрактного государства, который наступает на гражданские права. Есть отдельные, вполне конкретные лица, которые прикрываются государством для своих очень персональных нужд. В данном конкретном случае есть два медных олигарха, которые решили то ли заработать на строительстве храма с фитнесом, спа и апартаментами, то ли увековечить свое имя посреди города. Второе. Система противодействия гражданскому обществу постоянно развивается. Развивается от плохого к худшему. Раньше решение продавливалось через подконтрольные суды, потом через полицию. А теперь мы все чаще сталкиваемся с тетушками и прочими всякими внегосударственными полубандитскими силами. Вот посмотрите на этих кастоломов. Следующим этапом могут быть уже только вооруженные бандиты. Вы-то зачем пришли-то? А ты зачем пришел? Бед, грамма стоять, беру. Третье. Чувство собственного достоинства для людей значит больше, чем деньги. Вот посмотрите, пенсионная реформа прошлого года стала самым большим грабежом в истории современной России. По масштабам и дефолт, и гиперинфляция 90-х просто рядом не стояли. Что мы увидели? Да ничего, в общем. Конечно, социология показала обвальное падение уровня одобрения Путина и единой России, но люди не вышли на улицы. Хотя, повторяюсь, это был беспрецедентный грабеж. Но ситуация, когда региональные власти решили построить храм вместо сквера, взорвала третий по величине город страны. Казалось бы, материального ущерба-то никакого. Ну, это плевок в лицо. Ну, гуляли вы тут вчера с детьми, а завтра не будете. Делов-то утретесь. Не утерлись. Гордость и чувство собственного достоинства – это то немногое, что осталось у людей. Можно стерпеть все, кроме унижения. Это очень важная история. Это наш мир! Это наш мир! Это наш мир! Четвертое. Путин принципиально никогда не шел на поводу общественного мнения. И наоборот. Для него послушать людей, граждан – это признак слабости. Ломать через колено, идти до конца, не прогибаться – вот его стратегия. Даже если он понимает свою неправоту. Массовое недовольство было своего рода страховкой для чиновника. Если против тебя выступил народ, значит тебе обеспечена поддержка сверху. Каким бы упырем ты ни был, что бы ты ни натворил. В Екатеринбурге мы увидели диаметрально противоположную ситуацию. Губернатор, медные олигархи, РПЦ собирались продавливать строительство, невзирая на протест. И тут вот Путин говорит, а надо учесть мнение людей. Потом высаживается десант социологов, а затем губернатор Кувашов говорит об отмене строительства. Путин больше не готов всегда поддерживать своих. Конечно, если он видит серьезное народное недовольство. Он откатывает. Почему? Хороший вопрос. Я думаю, что у него нет уверенности в собственной популярности. Да, объективно, у него еще очень неплохой рейтинг для демократической европейской страны. Но этого рейтинга чудовищно мало для азиатского автократа, который должен давить танками демонстрации. Запаса популярности Путина уже не хватает для продавливания всех региональных конфликтов. Он это понимает. И мы должны это понимать. И действовать соответственно. Мы реально можем отстаивать свои интересы. Пусть пока на локальном, пусть на региональном уровне. Но можем. Понятно, что демонстрация в 10 тысяч, 50 тысяч или даже в 100 тысяч с лозунгом «Путин, уходи!» не приведет к немедленному успеху. Но остановить строительство, закрыть свалку, убрать вредное производство нам вполне по силам. Надо помнить об этом. Надо действовать соответственно. Ну а я, моя команда, наши коллеги, союзники, мы все поможем, если потребуется. Пятое. Как показал опыт Екатеринбурга, успешный протест, может, должен быть политическим. Нам долгое время говорили, давайте не будем примешивать политические требования к гражданскому протесту. Нет. Только политические требования и работают. Это наш город! Власть реагирует только тогда, когда бытовая ситуация начинает угрожать политическими последствиями. Тем более, что у нас нет ни политических проблем. Как только вы пытаетесь уйти от политической составляющей, вы попадаете в ловушку. Вам не нравится строительство храма в сквере? Но вы не хотите политики? Вам принесут миллион бумажек, где будет сказано, что все по закону. Но стоит вам выйти и сказать, мы требуем учесть наше мнение, иначе будем требовать вашей отставки. Ситуация мгновенно меняется. Шестое. Успех протеста во многом определяется готовностью не поддаваться на разводки власти. Зовет мэр на встречу? Надо идти. Но идти максимально публично. Предлагается закулисная сделка? Выносим на публику. Задача властей всегда расколоть протестующих. Если удастся, то пиши пропало. Разведут, перессорят, продавят свой интерес. Публичность и четкость позиций в переговорах с властями – это максимальная гарантия от разводок. Седьмое. Несмотря на все сказанное мной, мы все, и Екатеринбург в частности, пока еще далеки от победы. Да, благодаря мужеству, гордости, настойчивости екатеринбуржцев они временно отстояли свой сквер. Но, к сожалению, это не значит, что победа окончательная. Высока вероятность того, что власть просто взяла перерыв на перегруппировку. Ажиотаж поутихнет, люди уйдут с улицы, затем начнутся точечные преследования и репрессии против участников протеста. Будут дергать самых активных, одного за другим, а затем, когда самые буйные останутся вне игры, строительство вернется. Может, его назовут не храмом, а, скажем, культурным центром. Но сути это не изменит. Власть была испугана и унижена. Унижена протестом и необходимостью отступить. И она будет мстить. Я бы хотел ошибиться с этим своим прогнозом, но пока это всегда было так. Не надо это воспринимать как неизбежность. Да, власть у нас мелкая и мстительная. Но в наших силах ей помешать. Если массовое выступление помогло остановить строительство с миллиардной сметой, то и попытки репрессий мы тоже можем отбить. Если мы будем вступаться за каждого, кого пытаются привлечь за протест, то и власть отступит. И сейчас очень важный и подходящий момент для коллективного действия в этом направлении. Гражданское общество в Екатеринбурге одержало важную победу. И очень важно эту победу им не упустить, а наоборот развить. В заключении я бы еще хотел еще один раз поздравить екатеринбуржцев и пожелать им дальнейших успехов и удачи. Хочу сказать, что я горжусь своими соотечественниками. До новых встреч, друзья.